Информационный час на телеканале НТМ продолжает программа «Тревожная кнопка» в студии Анастасии Целигина. Здравствуйте! 22 июня – это день памяти и скорби для миллионов людей. 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Почтили память погибших и возложили цветы к стеле памяти сотрудники Министерства внутренних дел во главе с министром МВД Юрием Арсентьевым. После минуты молчания руководитель Министерства вручил офицерские погоны молодым сотрудникам. Памятная акция продолжилась творческими номерами в исполнении коллектива художественной самодеятельности «Авангард» и ученицы 10 класса Саранской школы Елизаветы Прохоровой. В завершении церемонии, посвященной Дню памяти и скорби, участники акции с зажженными свечами выстроились около стелы, молча вспоминая подвиг защитников нашей страны, отстоявших свободу и независимость Родины и отдавших жизни во имя мира в годы Великой Отечественной войны. Республиканские полицейские нашли мужчину, который потерял кошелек с деньгами и банковскими картами. Стражи порядка обнаружили аксессуар на остановке общественного транспорта. Очевидцы рассказали правоохранителям, что его забыл мужчина, который недавно ждал автобус. Полицейские обнаружили кошелек на перекрестке улиц Володарского коммунистической. Очевидцы сообщили правоохранителям, что вещь, возможно, забыл мужчина, который недавно находился на месте происшествия. В кратчайшие сроки стражи порядка установили личность и контактные данные местного жителя. Мужчина, в свою очередь, поблагодарил сотрудников полиции за проявленную внимательность и доблестную службу. Я выношу большую благодарность и тому сотруднику, который принес, и тем сотрудникам, которые мне передали потом эту сумочку. В Мордовии на водоеме погиб человек. Трагическая новость пришла из Краснослободского района. Там утонул 53-летний мужчина. Как стало известно, он ловил рыбу с лодки в пруду в деревне Вторая Ожга Старошайговского района. В какой-то момент лодка стала тонуть, и находившиеся на берегу подростки услышали крики о помощи. Ребята доплыли до мужчины, вытащили его на берег, однако к тому времени он уже скончался. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Теперь к другим новостям. В исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия вновь предотвращены попытки доставки запрещенных предметов. Чтобы вещь дошла до адресата, добродетели прячут их в самых неожиданных местах и с фантазией. К примеру, в 4-й исправительной колонии сотрудники учреждения обнаружили в бандероле телефон и сим-карту, спрятанные в ботинке. Подобный случай произошел и в ЛИУ-19. При досмотре посылки были обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом. В обуви телефон, зарядное устройство к нему и наушники. А вот в ИК-10 способ сокрыть от глаз правоохранителей сим-карту нашелся совсем необычный. Женщина спрятала подарок мужу в тюбике с детским кремом. Проводятся проверки. Выпуск продолжает рубрика «Внимание, розыск». В Мордовии продолжаются поиски пропавшего без вести Николаева Николая Серафимовича, 1971 года рождения. Разыскиваемый 8 апреля текущего года. Ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Вот приметы пропавшего. На вид 45-47 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные, спереди имеются залысины, лицо круглое. Если вам что-либо известно о местонахождении Николаева, просьба сообщить по телефону в Больших Березняках. Все выпуски «Тревожные кнопки» и других проектов Народного телевидения Мордовии вы можете найти на нашем YouTube-канале и официальном сайте ntm13.ru. Я благодарю вас за внимание. Хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!